Слава Иисусу Христу, братья и сестры! Слава Иисусу! Давайте откроем Евангелие от Святого Матвея, 25 главу, из 1 по 13 стих. Евангелие от Святого Матвея, 25 глава, из 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники ваши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продавающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю я вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Слава Господу! В этой притче Иисус Христос хотел сказать нам то, чтобы мы были всегда готовы к Его пришествию, потому что никто не знает ни дня и часа, когда Он придет. Поэтому надо бодрствовать, как написано, надо всегда быть готовым к тому, чтобы встречать Иисуса. Но это самая главная тема, но то, что я сегодня бы хотел о чем говорить, это не о главной теме. Есть второстепенная тема в этой истории. Меня всегда волновал вопрос, вот почему Иисус не принял эту другую часть, этих пять дев, которые названы неразумными, почему они не остались в Царстве Божьем? Почему они не попали на брачный пир? Почему они не с Богом? Я помню, когда-то, только как я вначале начал ходить в церковь, у нас один проповедник говорил, что проблема, почему не попали эти пять дев на брачный пир жениха, почему они не в Царстве Божьем, состоит в том, что они уснули, они задремали. Вы знаете, Библия нам много говорит о том, чтобы мы духовно не спали, это правда. Но если мы внимательно прочитаем эту историю, то в этой истории написано, что все заснули. Не только неразумные заснули, заснули и мудрые девы тоже. Я думаю, что в этой истории показывает нам о состоянии церкви перед пришествием Иисуса. 24 глава говорит о конце мира, когда придет Иисус. 25 это тоже прича там о приходе Иисуса Христа. И Библия в многих местах говорит нам, что состояние церкви к концу не будет такое возвышенное, не будет такое духовное, не будет в такой большой силе. Наоборот, написано в Библии, что к концу дано право сатане повести войну и святыми, и их победить. Написано в Библии также, что упадет сила Божьего нам рода до полного изнеможения, говорит пророк. В конце написано, что будет усунут из середины удерживающий. Мы думаем, исходя из этих текстов, что церковь в последние дни не будет такой сильной. Но когда мы думаем о том тексте, и вот о тех пяти неразумных девах, хотя и разумные заснули, но в чем же смысл, что неразумные остались вне спасения? Когда-то в еврейские времена, в древности, был такой обычай у древних евреев, когда они праздновали брачную свадьбу, брак. У них главным был жених. У нас сегодня и главный жених и невеста, но тогда жениху предоставлялось какое-то большее право. Интригу он должен соблюдать, создавать. Вот когда решили родственники, что состоится свадьба, невеста и ее десять подружек должны были быть закрыты в отдельном месте и должны были ждать, когда он придет. Этот период ожидания мог затянуться до нескольких дней. И все это время невеста и ее подружки, они должны были быть готовы. Это обозначает, что на них должна была быть свадебная одежда, у них должны были быть светильнички такие небольшие, говорят, что этих светильничков хватало всего лишь на два часа горения, и у них должен был быть такой чайничек, сосуд и с запасом масла. И всегда с этого чайничка доливали в эти светильнички, чтобы дольше горело. И все это время они должны были ожидать, когда придет жених. Он мог прийти утром и вечером, ночью и днем. Они должны были быть готовы. Это в реальном физическом, но в духовном понимании. И Христос рассказал нам эту историю для того, чтобы мы поняли, что мы должны его ожидать в духовном понимании, так же, как ожидали эти подружки и невеста жениха. Но что обозначает, что вот в этих неразумные девы не попали? Это обозначает, что у них были светильнички, но у них не было чайничка, у них не было запаса. Вот этого сосуда, где сохрошнялось масло, этого у них не было. Что обозначает в духовном понимании, чего будет не хватать этим пятью неразумным девам, которые не попали на брачный пир Иисуса? Многие люди, многое об этом говорят. Я думаю, что этим людям не хватало запаса духовности, запаса духа. Они были недуховными людьми. И сегодня вкратце, у нас мало времени, вкратце, есть много людей, гостей, которые еще будут говорить Божье Слово. Вкратце я бы хотел, чтобы мы поразмыслили над тем, что обозначает быть духовным человеком. Итак, когда мы говорим о духовности, то в первую очередь надо сказать, что духовный человек, это человек, который сохранил способность каяться. Мы живем в мире, который жестокий, злобный, гордый, резкий. И чувство покаяния, что надо каяться и извиняться, потеряли многие люди. Многие христиане думают о том, что мы покаялись когда-то давно, и чем больше у нас стаж христианства, тем мы имеем право быть все больше такими людьми, такими, ну, что не нуждаемся в том, чтобы каяться. Но Библия нам говорит о том, что христианин не должен закрывать своего сердца. Он не должен ожесточать сердце. Он не должен допускать до того, чтобы сердце наше ставало каменным. Мы должны быть людьми и с мягким сердцем, добрым сердцем, думать о себе, правильно ли мы всегда поступаем. Действительно, Библия говорит нам, что мы святые, но кроме этого, каждый из нас понимает, что кроме того, что Бог называет нас святыми, мы несовершенны. И Библия говорит нам о том, что мы много ошибаемся. Всю жизнь много ошибаемся. Но для того, когда мы ошибаемся, апостол Иоанн говорит, «Деточки, не грешите». Но если вы согрешите, то у вас есть Иисус Христос, праведный, который прощает наши грехи. Слава Господу! Недавно в украинской газете написали об одном религиозном человеке, священнике. Он сбил на переходе 11-летнего мальчика. И сбил на смерть. Ехал очень быстро и не остановился. И вот когда в госпиталь пришла мама, уже сказали врачи, что они не смогли его спасти. На выходе, когда она выходила, ей встретился этот священник, который тоже шел в госпиталь, и она спросила его, что же это вы такое сделали, почему вы так быстро ехали? Он говорит, «Вы знаете, а я простил вашему сыну разбитую фару моего Мерседеса». Вы видите, какой цинизм, какая жестокость, какая злоба у религиозных людей иногда встречается. Но мы, христиане, это люди, которые призваны Иисусом Христом. И каждый раз, когда мы приходим перед Него, мы исповедуем прежде всего свои грехи. Слава Господу за это. Духовный человек сохраняет духовность. Он бережет свое сердце от того, чтобы не ожесточиться. Когда мы говорим о духовности, надо сказать, что духовный человек – это человек, который бережет чувство сочувствия, милосердия и милости к другим людям. Вот израильтяне Бог сказал, когда Он ввел их в Ханаан, в обитованную землю, земля была хорошая, и все там должно было быть хорошим. Но Бог сказал, «У вас будут люди бедные, будут сироты, будут вдовы, будут пришельцы, будут незащищенные категории людей». И Бог сказал, почему Он их оставил в Израиле. Написано, «Для того, чтобы испытать народ». И вот когда люди, израильтяне, они относились хорошо к этим незащищенным категориям людей с милостью, с милосердием, с любовью, с добротой, помогали им тогда, и царство стояло. Но когда они отказывались от этого, царство рушилось. Я думаю, что вы помните, что во времена Христа Христос обличал фарисеев и книжников за то, что они поедают дома вдов и сирот. Это был грех. И царство потом недолгое время рушилось. Вот мы должны сохранять тоже это. Духовный человек, он думает не только о себе, он думает о том, чтобы исполнить Божий закон и Божьи заповеди. Однажды я ехал, помню, в автобусе, я живу во Львове, я ехал из Тернополя во Львов. Я сел в автобусе, и возле меня сидела женщина, которая всю дорогу читала молитвы, не ги крестилась. И вот она, когда зашла женщина, которая просила подаяния, а эта женщина была такая действительно, у нее была нужда, потому что рука была такая, не работала одна. Дочь сидела в коляске на улице, и она так посмотрела, подняла очки, и говорит мне, вы знаете, это бизнес. Я говорю, а вы бы не хотели для себя такого бизнеса? А она говорит, а вы сплюньте. Вот, видите, люди для себя не хотят, а вот для кого-то это бизнес. Мы должны, религиозные люди почему-то часто вроде и молитвы читают, вроде и Божье Слово читают, а милосердие, милости и доброты к другим людям не проявляют. Наоборот, иногда грешные люди проявляют больше милости, чем люди религиозные. Недавно в нашей газете тоже написали одну странную заметку, которая произошла, это произошло в Германии. Один студент шел домой из университета ночью, уже очень поздно, подошел к нему какой-то разбойник, поставил пистолет в голову, к голове и говорит, отдавай деньги, которые у тебя. И студент стал проситься. И он говорит, ты знаешь, у меня, вы знаете, у меня нет денег, я студент, взял кредит на учебу, иду с библиотеки, ночью денег на дорогу у меня нету, на автобус я не мог садиться, потому что денег нет. Потому иду поздно домой, пожалуйста, отпустите, с меня нельзя, вам с меня нечего взять. Этот разбойник посмотрел над него, забрал пистолет, вытянул с кармана 20 евро, дал ему, и говорит, иди садись на автобус, а то еще какой-то бандит тебя встретит по дороге. Видите, иногда грешные люди проявляют больше сочувствия, чем религиозные люди. А мы, крестьяне, призваны к тому, чтобы проявлять любовь, милосердие и сочувствие к другим людям. Слава Господу! Это духовный человек. Кроме этого, духовный человек – это человек, который сохраняет святость. Сколько бы мы ни говорили, как бы мы в современности не рассказывали о Боге добром, но святость – это тоже характеристика Бога. Он и добрый, и святой. И Он требует от нас, чтобы мы сохраняли Ее. Нельзя полагаться только на Божье милосердие, на Божью любовь, на Божью доброту, на Божью милость, потому что Он, кроме того, что Он добрый, милосердный и любящий, Он Бог святой и Бог судья. Так написано. И человек не сможет оправдаться перед Богом, если его святости не было видно. А Иисус говорил, если ваша святость не будет больше, чем у книжников и фарисеев, то вы не сможете попасть в Царствие Божье. И мы об этом знаем. Я помню, когда я был маленьким мальчиком, ходил в школу, у нас была учительница, и она рассказывала нас историю, биографию о Тарасе Шевченко. И вот она говорит, украинском писателе, и вот она говорит, что Тараса Шевченко был художником и был писателем. И как все художники и писатели, он был неорганизованным, нелогическим человеком. Не думал о жизни, все у него вот так. Потом, когда приходила беда, тогда плакал. И вот однажды, когда у них с другом не хватило денег, и в этом доме, где они жили, не было что кушать, они пошли к соседу, украли гуся. Украли этого гуся, сжарили, съели, и все. И через некоторое время нарисовали они большую картину, продали дорого, и он пошел в пятеро больше отдал этому соседу, и говорит, это тебе, потому что это мы украли твоего гуся. У нас не было что кушать, сейчас мы все тебе отдаем. Я помню больше в пять раз. Я помню, наша учительница, она сказала, ну это вроде по морали хорошо, но если люди так поступают, они всегда будут бедными. Ему надо было ничего не отдавать, никто его не судил, тихо сидеть. И вот мы все дети вот так возмутились. Как вы педагог, человек, который учите педагогики, морали, правильной жизни, вы учите тому, каким мы должны быть в жизни, и вы говорите нам поступать неправильно. Это всех возмутило и было очень неприятно. Но Библия нам говорит, что верующие люди, они должны быть праведными людьми, справедливыми людьми, честными людьми, кроме того, что они добрые, милостивые, и у них любящие сердца. Поэтому говорить о том, что человек, который живет в Новом Завете, и он может отказаться от морали, мы не имеем права. И Иисус был моральным человеком, он никого не обманывал, он никого не обижал, он никому ничего плохого не сделал. Написано в Библии, что он не доломил, как в русском языке? Не преломил того, что можно было, что еще чуть-чуть держалось. Поэтому и мы, христиане, поступаем морально и стремимся к этому. Слава Господу! И последнее, перед нашей молитвой, когда мы говорим о духовности, надо сказать, что духовный человек – это человек, который не соблазняется злом, не искушается злом. Библия говорит, что в последние времена, последние годы, перед приходом Христа будет много зла, и через увеличение зла любовь многих охладеет. И действительно, мы видим, что зла очень много. Зло стало ближе, зло стало еще более злым, чем было перед этим. Оно становится все злее, все более суровым и все более неприятным. И многие христиане, они так успокаиваются. И часто они забывают о том, что оно тоже на нас влияет. И бывает так, что люди под влиянием зла отходят от Бога. У нас когда-то был один проповедник, он покаялся. Когда я покаялся, ему было лет 40. Он был очень хорошим проповедником Евангелии. Всегда на евангелизации ему говорили проповедовать слово. Все люди в зале, тогда приходило много людей, все плакали, и он плакал. Но однажды ему в церкви сказали, что его дети плохо себя ведут. И это он так эмоционально воспринял, что начал он там с братьями жесткую дискуссию. Ему сказали, что ты лучше, если успокоишь своих детей. Может, там и не столь много этого было, но он этого не воспринял. Оставил церковь, сказал, вы думаете, что Бог только среди вас? Бог не только среди вас. И спасение тоже не только среди вас. Оставил церковь, сам все жил и сказал, я буду сам себе верить в Бога. Я не буду больше с вами, я буду один. И я буду спасен. Я недавно его видел, это может год-два. Вы знаете, это алкоголик последней стадии. Бросить церковь, оставить собрание, это и обозначает отойти от Бога. Библия нам пишет, не оставляйте собраний ваших. Бог создал не индивидуально христианина, чтобы он сам себе в своей комнате славил Бога и больше никуда не выходил. Библия говорит, что Иисус Христос создал церковь, а церковь состоит из людей. Слава Господу. Поэтому мы, христиане, не соблазняемся злом. Апостолов убили, многих из них убили смертью. Но сегодня одно обычное слово, которое сказано против некоторых христиан, оно так их ранит, что они не могут этого выдержать. Одно неприятное слово действует сильнее, чем когда-то действовал меч, либо кандалы врагов. Смысл в том, что люди стали гордые, нетерпеливые. Они думают, что они центр вселенной. Но мы должны понимать, что центром вселенной является Иисус. А мы всего лишь земные люди и должны все это выдержать. Библия говорит, кто выдержит до конца, тот будет спасенным. Если нам никто не задает ударов, если нам в жизни все очень гладко, и мы не видим дьявола, это значит, что мы идем вместе с ним. Потому что всегда дьявол будет атаковать его детей. Они ему не нравятся. Для него они враги. А мы друзья и дети Иисуса Христа. Слава Господу за это. Поэтому мы верующие люди, если мы считаем себя духовными людьми, то духовный человек – это человек, который извиняется, кается и просит прощения. Духовный человек – это человек, который соблюдает святость. Духовный человек – это человек, который поступает по милосердию, по доброте, по милости с другими. Духовный человек не соблазняется злом. Он стоит, потому что Он духовный. Он с Христом, и Христос в Нем. Слава Господу! Давайте мы встанем на наши колени и помолимся Иисусу. Аминь.